Иван Шаман. Сто лет апокалипсиса. Универсал. Книга первая. Глава первая. Телохранитель. «Левый мальчик!» — голограмма тренера безжалостно ударила Максима по правой руке, которой он попытался провести захват током. Взвыв от обиды, парень отдернул ладонь и спарринг-дроид отошел на стартовую позицию. «Хо!» — он силой выдохнул, устремляясь вперед. Уклониться от удара пяткой и в корпус. Перекат. Уходы с линии давались ему особенно хорошо. Еще бы! Ведь он сам еще маленький и легкий. Даже десяти нет. Но вся комбинация летела к чертям, стоило противнику начать бить понизу. Вот и в этот раз враг, у которого стояло ограничение на 20 секунд адаптации, приноровился к росту мальчика, перестав использовать руки. Отклонив очередной замах дроида, Максимка улучил момент и, пропустив над головой удар ноги, схватил ее левой рукой. Натянутый силикон, призванный отыгрывать роль мышц, неохотно поддался, когда парень потянул конечность на себя. Человекоподобный манекен дернулся, теряя равновесие. Не упуская инициативы, Макс перешел на болевой захват. В интерфейсе загорелся зеленый датчик. Противник испытывает боль. Пожелтел. Началось растяжение. Но одновременно начал мигать индикатор у Максима. «Сильнее! До разрыва!» – прикрикнул мастер. Всхлипнув от боли в левом плече, Макс потянул ногу противника на себя. «Мигающий красный. Противник теряет сознание. Бордовый. Враг окончательно повержен». «То-то же!» – усмехнулся немолодой и жилистый мужчина. «Я тренирую тебя с четырех лет. И, наконец, могу сказать, что мне не стыдно за своего ученика». «Спасибо, мастер Фудзи!» – глубоко поклонился Максим. Стараясь не подавать вида, он вытер слезы рукавом кимоно. «Отлично! Ну, хоть вежливости тебя мать смогла обучить. А теперь продолжим с двадцать восьмой позиции», – произнес тренер. В это время раздался противный писк таймера. Глубоко вздохнув, мужчина посмотрел на собственный интерфейс, очевидно сверяясь с расписанием. «На сегодня все. Завтра, молодой человек, я продолжу делать из тебя достойного внимания женщину-воина». Коротко кивнув на прощание, он отключился, и голограмма растворилась в воздухе. «Ура!» – с облегчением прошептал Максимка. Наконец, потная тренировка закончилась. Выйдя из небольшого, три на три метра тренировочного зала, он прошел в душ. Если поторопиться, то даже поиграть успеет между занятиями. Следующим по плану было обучение дипломатическим хитростям, которое давалось ему не то чтобы из рук вон плохо. Но мама ни разу не была довольна результатом. Включив отпариватель, сменивший обычные струи воды с десяток лет назад, Макс взъерошил непослушные черные волосы. Протерев ладонью мгновенно запотевшее зеркало, посмотрел на свое отражение. Вот ведь гад этот тренер. Вроде и нет его здесь, а электрические разряды, передаваемые обучающим костюмом, бьют не хуже реальных кулаков. Вон в очередной раз на щеке след остался. Не сказать, что Макс совсем уж не любил потные тренировки. Они входили в обязательную ежедневную программу. Так что он привык и даже не представлял себе, как можно жить без этого напряженного графика. «Внимание! Следующее задание через пятнадцать минут!» Загорелась в интерфейсе надпись. «Ну блин!» – простонал мальчик. «Так же можно не успеть!» Наспех, смыв с себя остатки шампуня вместе с усталостью, он выскочил из кабинки и распахнул дверцу шкафчика. Вместо того, чтобы вытереться махровым полотенцем, как предписывала инструкция, он наскоро промокнул им волосы и спину. Вот только времени это, как назло, не экономило. Белая выглаженная рубашка прилипала. Штаны натягивались с трудом. В общем, все было против того, чтобы поиграть. Да еще и таймер перед глазами неумолимо двигался к следующей отметке. Всунув ноги в кеды и запустив на ходу любимую логическую игру, Максим побежал наверх из жилых помещений, находящихся в подвале посольства России в Сеуле. По дороге он мельком поклонился добродушно помахавшему рукой и лечащему врачу, не выпуская из виртуального перекрестия шарик противовеса, используемого в головоломке. Белые коридоры и комнаты, освещенные панорамными, встроенными в стены лампами, сменились чугунными перилами, сделанными под старину. Мраморная лестница проходила через весь особняк, выполненный в стиле феодальной Европы, выделенный под посольство очень давно. Хотя, когда точно, Максим сказать не мог. Он просто всю жизнь провел в этом здании. Стоило подняться на первый этаж, как до него донесся, как всегда, серьезный голос мамы. Похоже, он застал уже конец разговора. «Это не обсуждается», — резко сказала она, обрываясь собеседника. «Роман, я не могу покинуть посольство. Не сейчас. Это воспримут как пораженческое настроение или и вовсе разрыв дипломатических отношений. Но... Никаких «но». Ты должен вывести его до того, как беспорядки превратятся в погромы. «Госпожа Верховный Посол, моя первейшая обязанность — охранять вас». Хоть мальчик их и не видел, но по говору узнал Романа, руководителя охраны. «Не смеши. Я прекрасно знаю, что тебе сеть информаторов важнее», — снова возразила мама. «Да и ценность моего...» Она запнулась на долю секунды. «Нашего. Сам понимаешь. Ты понял. Он не должен попасть в чужие руки, сколь бы добрыми они не были. От этого даже не моя или твоя судьба, а всей России зависит». «Хорошо», — сдался мужчина. Заглянув в комнату одним глазом, Максим в очередной раз удивился, как этот седоватый охранник может внушать своим видам силу и уверенность. «Я уже подготовил все документы для перелета. Официально одного из детей второстепенного сотрудника». «Передав объект в управление СВР Владивостока, я тут же вернусь. В это время вас подстрахует мой первый зам. «Спасибо. За что я тебя ценю, так это за предусмотрительность. Надеюсь, тебе не нужно напоминать, что вас ни в коем случае не должны подвергать сканированию в аэропорту и останавливать». Мама, как всегда облаченная в строгий деловой костюм, похлопала Романа по плечу. Звук был, будто по дереву постучали. Чуть повернув голову, она заметила щель, и отдернувшийся мальчик только привлек к себе внимание. «Максимка? А ну-ка, иди сюда немедленно!» Ему ничего не оставалось делать, кроме как, опустив голову, войти в комнату. «Значит, подслушиваешь?» спросила она еще строже, а затем подняла лицо за подбородок и посмотрела прямо в глаза. «Много услышал?» «Думаю, достаточно, чтобы узнать о небольшом путешествии», улыбнулся Роман. Голос его фальшиво изменился, как всегда при разговоре с младшими. Будто он хотел казаться добрее, чем был. «В этот раз я тебя прощаю, но помни, если уж решил услышать чужой разговор, попадаться нельзя. Дай руку!» Не дожидаясь, посол наклонилась, схватив ладонь мальчика. «Ты едешь всего на пару дней. Вещи и лекарства я тебе уже собрала, они в машине. Главное, слушайся дядю Романа во всем, беспрекословно, и не забывай принимать лекарства. Ты меня понял?» Максим послушно кивнул. Дойдя до двери в вестибюль, мама чуть промедлила, а потом опустилась на корточки и прижала его к себе так сильно, как никогда прежде. Не сразу сообразив, что происходит, он обнял ее в ответ. Но уже спустя пару секунд женщина отпрянула, промакивая белоснежным платком глаза. «Я очень люблю тебя, слышишь? Никогда не забывай об этом». Она вздрогнула, проглотив последний вздох и вновь обретая свой строгий вид. «Все! Отправляйтесь! Больше ждать нельзя! Полковник, я на вас очень рассчитываю!» «Так точно, госпожа посол! Что бы ни случилось, он будет в безопасности. Пойдем, парень!» Он протянул руку, но Макс просто кивнул. Что-то внутри него сжалось. Он всегда хотел покинуть территорию посольства. А уж настоящее путешествие, а не виртуальный тур, и вовсе было неосуществимой мечтой. Но сейчас единственное, о чем он мог мечтать, о том, что хочет остаться здесь. «Ну, как хочешь. Главное, не отставай», пожал плечами Роман. Шаги у главы охраны были широкими и быстрыми, так что Максу даже пару раз пришлось бежать, пока они не достигли внешней ограды посольства. Даже через плотный забор, окружавший российскую землю на чужой территории, был слышен шум толпы. «Так, я понимаю, что тебе не хочется, но придется», сообщил полковник. «Возьми руку. Сейчас нам придется пройти пару кварталов в плотном движении. Никуда не отходи. Следуй за мной и крепко держись, иначе рискуешь потеряться». «Вопросы?» Максим отрицательно покачал головой и послушно взял протянутую ладонь. Пальцы мужчины тут же сжались, будто деревянные кандалы. Мальчик даже хотел вскрикнуть, но, собрав мужество, перетерпел боль. Стараясь вернуть рукопожатие, он со всей силы сдавил на тренированные пальцы, но мужчина этого, казалось, не заметил вовсе. А в следующую секунду калитка приоткрылась наружу, и Макс сам обрадовался крепости, с которой его удерживал Роман. Толкнув плечом дверь, полковник вывел мальчика в бурлящее море, состоящее из пестро одетых людей. Толпа ревела тысячами голосов, скандировала лозунги на плохо понятном языке. Они сменялись с такой скоростью, что встроенный в интерфейс переводчик не справлялся. Волны вздымающихся рук несли его куда-то, но телохранитель умудрялся прокладывать себе дорогу и вытягивал парня за собой. Затем где-то позади крики изменились, и Максим увидел, как один из уступивших им дорогу упал. Его тут же подняли, но упавший тыкнул в Максима пальцем и что-то крикнул на своем птичьем языке. Несколько голов повернулось в их сторону, но толпа тут же их скрыла. Спустя несколько мгновений они были уже на противоположной от посольства стороне дороги. Дроиды-полицейские, мигающие сиренами, перегораживали проходы в проулке, направляя людской поток. Прямо по их телам пробегали голографические надписи. Интерфейс взялся было перевести иероглифы, но поравнявшись с одним из стражей, Роман что-то сделал, после чего сирены в секунду потухли. Робот отступил, освобождая проход, и полковник тут же втянул в него Макса. Оказавшись между двумя небоскребами, они перешли на бег. Мальчик старался изо всех сил, но усталость после дневной тренировки давала о себе знать. Максим хотел сказать об этом телохранителю, но дыхания хватало только на бег и неровный хрип. Оглянувшись на секунду, он хотел спросить, от кого они бегут, но все встало на свои места. Отключившийся полицейский уже был вытеснен с обочины, нашедший новое русло, обезумевший толпой, и теперь за ними несся целый поток. «Прости», сказал через вдох Роман, «парень». Дернув Макса за руку, он поднял его над землей и посадил на спину. «Твое эго мы потешим как-нибудь в следующий раз». Максим сначала хотел возмутиться, ведь он отлично бегал и не только по собственному мнению, но и по словам тренера. Только вот темп, который взял полковник, не оставил и шанса. Даже шум подступившего было протеста быстро остался далеко позади. Окна и линии освещения мелькали мимо с такой скоростью, что сливались в одну серую полосу. Через несколько минут, на протяжении которых мужчина не сбавлял скорости, они очутились перед зданием старого небоскреба. Телохранитель уверенным движением толкнул одно из окон первого этажа, и оно неожиданно отошло в сторону, оказавшись фальшпанелью. Войдя внутрь лифта, Роман нажал кнопку с самого верхнего этажа и только потом опустил мальчика на пол. «А ты храбрый!» произнес он, еле слышно втягивая воздух. Правда, грудь его при этом увеличивалась почти вдвое. Максим завороженно смотрел на телохранителя, подумав, что, наверное, именно так выглядят скаковые лошади. В толпе даже не пикнул. Молодец! «А вы быстрый!» поддержал телохранителя мальчик. «Но я, когда вырасту, все равно буду быстрее!» В ответ мужчина лишь улыбнулся. «Конечно, парень, подрастешь, будешь меня обгонять на раз. На крыше будет сильный ветер, все же сотый этаж, так что, если не против, держи меня за руку, пока не дойдем до машины. Хорошо?» Максим, завороженный скоростью бега, послушно кивнул. Через несколько секунд дверь скоростного лифта отъехала в сторону и поток воздуха ударил в лицо. И в самом деле, не помогай ему, Роман, вполне могло и снести с плоской поверхности вертолетной площадки. Даже машина, стоящая по центру, была закреплена тросами. Разглядев транспорт, Макс ахнул. Он привык к бронированным машинам, вертолетам и даже частным суперджетам. Но сейчас перед ним стоял самый настоящий полицейский автомобиль. Белый аэродинамический корпус был окружен несколькими рядами маленьких двигателей турбин. Максим видел эти полицейские машины в воздухе, но сам на таких никогда не летал. «А нам разве на ней можно?» удивленно спросил он, перекрикивая ветер. «Только на ней и можно», ответил Роман. При его приближении кабина открылась, разъехавшись в стороны, и обнажила три кресла, стоящие друг за другом. Заднее было заставлено сумками. Телохранитель взял Максима на руки и посадил по центру. Сиденье автоматически подстроилось под рост мальчика, подлокотники и спинка опустились. Пристегнув парни скрещивающимися ремнями, полковник подергал их для проверки надежности, а затем сел вперед. Колпак почти бесшумно закрылся, и настала темнота. Через секунду поверхность начала покрываться изображениями, и вот уже Максим видел все так, как будто он просто сидел в воздухе, без кресла, без машины. Ничего не нажимай. Машина хоть и с автопилотом, но мало ли. Мужчину тоже видно не было. Он был где-то за стеной визуализации, при этом голос был абсолютно четким. Пункт назначения аэропорт. Максимальный приоритет безопасность, вторичный приоритет скорость, взлет. с восторгом и удивлением мальчик смотрел, как отсоединились тросы, крыша начала медленно удаляться из-под ног. Скайкар плавно поднялась в воздух и, набирая скорость, устремилась к точке назначения. Внизу мелькнуло здание посольства, в котором он жил, сколько себя помнил. Оно оказалось крошечным среди окруживших его небоскребов. Затем они поднялись еще выше и картина изменилась. Среди быстро сменяющихся строений Максим смог наконец увидеть всю толпу, через которую они недавно прошли. Она тянулась, охватывая город, постепенно редея к окраинам. Людское море заполонило все улицы так, что весь наземный транспорт был парализован. Спустя несколько минут машина резко затормозила и начала снижаться. Роман коротко выругался. Панорамное изображение исчезло, по всей поверхности поползли красные иероглифы, окаемленные восклицательными знаками. «Что случилось? Почему мы не летим?» Максим оглядывался по сторонам, стараясь понять причину остановки. «Полиция как-то догадалась, что машина не их», бросил телохранитель, что-то печатая на маленькой клавиатуре. «Ты уж извини, пилот из меня неважный, так что сейчас может сильно трясти. Ручное управление 3А». Мальчик хотел спросить почему, но слова застряли у него в горле, когда машина резко ушла вниз, а затем дернулась вперед. Стены кабины вновь покрылись изображениями, но теперь они не были панорамными. Максим отчетливо видел, как Роман держит ручку управления двумя руками и постоянно жмет на кнопку скорости. «Черт, догоняют!» Роман оглянулся куда-то назад, и Макс проследил за его взглядом. В небе виднелось несколько приближающихся глайдеров, ярко мигавших синими и красными огоньками. Посмотрев на пилота, Максим скорее почувствовал, чем заметил еще одну точку, на этот раз черную, быстро приближающуюся почти в лоб. «Впереди, справа, что это?» Мальчик показал на точку пальцем, и Роман вгляделся в экран. «А ты глазастый парень, на такой-то скорости!» Охранник плавно потянул ручку в бок, и теперь машина летела перпендикулярно догоняющим. «Придется сделать крюк до аэропорта, а мы не можем просто на ней долететь куда нужно!» «Нет, малец, это не фантастика!» Полковник усмехнулся. «У этой машины аккумулятора хватит еще минут на десять, максимум на пятнадцать, а до Владика лететь два часа, так что тут без вариантов!» Роман сделал еще один маневр, и они спустились ниже уровня крыш. Здание замелькали с обеих сторон, и полицейские, остановившиеся выше, казалось, потеряли след. Маневрировать между небоскребами было гораздо сложнее. Макс видел, как телохранитель постоянно дергает ручку управления, выравнивая курс. Скорость стала заметно ниже, и за очередным поворотом их уже ждали. Две машины полиции стояли на разной высоте между домами, еще две спускались на них со стороны крыши. Держись, сейчас будет жарко. Незадавшийся пилот откинул с джойстика защитный колбачок и нажал кнопку. В глазах у Максима потемнело от перегрузки. Звуки смешались в однотонный шум, и только быстрый стук сердца в висках давал понять, что он еще в сознании. Машину бросало из стороны в сторону, и хотя он был крепко пристегнут, его голова моталась как на ниточке. Через несколько секунд ускорение снизилось, и к горлу подступила тошнота. Он с трудом подавил порывы и крепко вжался в кресло, вцепившись руками в подлокотники. Теперь аэрокар действительно летел. Здания слились в одну серую линию, полиция осталась далеко позади. По всему периметру кабины олели предупреждающие надписи. Роман, не отвлекаясь от управления, нажал на коммуникатор и сказал что-то, что Максим не расслышал. «Серега, ты слышишь меня? Мы на подлете, но по-тихому не получилось. Выводи птичку и заводи двигатели. Мы будем садиться прямо на полосу». Максим не слышал, что отвечает собеседник, но заметил, как Роман нахмурился. «Да мне плевать, что скажет управление аэропортом. У меня половина движков накрылась и батареи сядет через минуту. Все, встречай». «Мы разобьемся?» Ладони мальчика вспотели от страха. «Нет, все будет в порядке, парень. Все будет в порядке». Роман не оглядывался и Максиму стало понятно, что в порядке все не будет. «Прямо сейчас мы с тобой приземляемся на аэродром. Посадка будет достаточно мягкой, но как только сядем, быстро беги к самолету. Мне еще вещи забрать. Ты меня хорошо понял? Повтори, что надо сделать?» «Да я все понял. Как только сядем, надо будет бежать к самолету. Молоток, считай до двадцати, можешь вслух». «Один». Максим начал считать, и почти мгновенно они миновали последние здания. На счет пять в поле зрения появился огромный аэропорт со взлетными полосами, уходящими в море. На счет десять они начали снижаться, и у Максима опять потемнело в глазах, так что считать дальше он не мог. Удар о бетонное покрытие взлетной полосы встряхнул его так, что казалось, что каждая косточка в его теле дрожала и вибрировала. Немедля, ни секунды мужчина откинул в сторону кабину, выскочил из нее и, отстегнув ремень парня, поставил его на взлетную полосу. «Видишь, вон тот самолет!» Роман показывал рукой настоящий неподалеку самолет с флагом России на борту. «Беги к нему, трап сейчас опустят. Ну, давай, мухай!» Максим бежал как мог, но ноги его не слушались. Он спотыкался и два раза чуть не упал. Полковник, обвешанный рюкзаками и сумками, обогнал его практически сразу. Не замедляясь, телохранитель кинул в открывшуюся дверь небольшой рюкзак, затем кейс и к тому моменту, как мальчик преодолел полдороги, уже подавал пилоту большой рюкзак. Затем охранник обернулся и Макс, увидев его взгляд, обернулся тоже. На взлетную полосу, быстро приближаясь, выехали несколько машин полиции. Мальчик повернулся обратно к Роману и попытался бежать быстрее, но тут же споткнулся и упал. Не успел он подняться, как крепкие руки подхватили его и закинули на плечо. Телохранитель вместе с ним взбежал по трапу и, посадив в кресло, крикнул пилоту подниматься в воздух. Парня основательно мутило. Резкие перепады скорости и нервотрепка окончательно вымотали его. Он перестал воспринимать окружающий мир, провалившийся в беспамятство еще до того, как они взлетели. Максим очнулся от непривычно острой боли в левой руке. Проснулся, боец? Роман медленно вводил мальчику серое лекарство из небольшого шприца. Ты отлично держался для своего возраста. Я даже не ожидал. Вы как-то не так укол делаете. Мне больно. Да? Роман чуть нахмурился. Извини, не часто практикуюсь. Так что уж потерпи пару дней. Я могу позвонить маме? Нет, извини. Роман отрицательно покачал головой. Мы сейчас над морем, обычной связи здесь нет. И не будет еще часа два. Пришлось поменять маршрут, чтобы быстрее выйти из зоны ПВО. Обогнем Японию и зайдем со стороны Курил. Потом сможешь позвонить. Есть или пить хочешь? Пить. После лекарства обязательно нужно выпить стакан воды. Так мама говорит. Что же, стакан воды, так стакан воды. Роман закончил вводить лекарство и, вынув использованную капсулу, убрал многоразовый шприц-инъектор в кейс. Можешь пока поиграть на своем имплантате или посмотреть на облака. Мы как раз проходим грозовой фронт. Максим кивнул и решил, что поиграть всегда успеет, а вот облака так близко видит в первый раз. А посмотреть было на что. Они были как гигантская пена в ванной, такие же пушистые и белые, но только сверху. Внизу казались черными, и в них то и дело сверкали молнии. Макс завороженно наблюдал, как огромная длинная линия пересекла половину неба. Она казалась белым деревом, которое повалили на бок, и была такой яркой, что даже зажмурившись, парень все еще видел ее перед глазами. Выпив жидкость, принесенную романом, мальчик продолжил любоваться пейзажами, которые раньше наблюдал только в виртуальных турах. Прижался носом к холодному стеклу иллюминатора, чтобы получше разглядеть все, что происходит с той стороны. Конечно, езда на воздушной машине была более захватывающей, но ему нравилось бесконечное, быстро меняющееся небо, такое разное и такое красивое. Спустя полчаса, когда его глаза окончательно устали от бесконечной голубизны, он откинулся на спинку кресла и почувствовал, как лекарство начало действовать. Врач всегда говорил ему, что чувствовать, как растут его кости, это нормально. лекарство вот только когда он считал, что Максим его не слышит, маме рассказывал абсолютно обратное. Макс с самого раннего детства знал, что он особенный, и не только потому, что ему приходилось каждый день принимать лекарства. Его мама получила какое-то специализированное лечение и смогла забеременеть гораздо раньше, чем была полностью излечена лихорадка технологического бесплодия у большинства женщин. Это заняло много времени и связей, но благодаря этому он появился на свет. Большинство взрослых души в нем не чаяли. В посольстве мальчик и вовсе был единственным ребенком. У него были лучшие игрушки, учителя, техника и адаптированные учебные программы и все это не выходя из здания посольства, хотя ему хватало с лихвой. Это над землей посольство было всего двухэтажным, под землю оно уходило больше, чем на десять этажей и везде ему были рады. Максим с удовольствием вспоминал свои похождения по коридорам с личным воспитателем и не заметил, как задремал. Серега, какого черта? Он проснулся от тихого, но предельно жесткого голоса Романа. Дай мне наушники, я сам послушаю. Через открытую дверь кабины Максим наблюдал, как спокойное лицо Романа превращается в восковую маску. А что в других городах? В Владивостоке? Рома, там то же самое. Да и не полетим мы туда. У нас сопровождалка до Сахалинска. Мы уже при взлете нарушились десяток правил. Так что хоть всю ответственность на себя возьми, дальше я не полечу. Но ты же сам слышишь, что там теракт, бред какой-то творится. Это не теракт, Роман. Я тебе еще раз говорю, такое на всех частотах. И не только в России. Из Китая и Японии идут сигналы о том же. Черт, черт, черт! Роман откинулся в кресле второго пилота. Ладно, садись. Кружить больше нет смысла. Максим видел, как телохранитель расслабился в кресле, встряхнул кисти рук, затем сильно потер лицо. Когда полковник вышел из кабины, лицо его вселяло уверенность и четкое понимание, что делать дальше. О, здорово, ты уже проснулся. Роман сел напротив Максима. Мы почти прилетели. Маме ты своей сможешь позвонить с земли. Сейчас со связью не очень хорошо, но можешь расслабиться. Мы уже в небе России. Здесь нам никто не страшен. Максим вяло улыбнулся, стараясь поддержать собеседника. Что-то пошло не так. Он это понял так же, как чувствовал тогда приближение враждебной черной машины в воздухе. Но что не так, он объяснить не мог. Да и не поверил бы этот взрослый дядька в какое-то ощущение. Хорошо, а когда мы приземлимся? Минут через десять-пятнадцать. Мы сейчас над морем, нужно развернуться и идти со стороны суши. В туалет хочешь? Да, а где? Максим встал и проследил за рукой, указывающей на дверь рядом с хвостом. Спасибо. Выйди из кабинки, Максим поправил брюки и рубашку за мгновение до того, как неясное чувство тревоги превратилось в панику. Макс закричал, не понимая, почему ему так страшно, и Роман бросился к нему со всех ног. Возможно, именно это спасло обоих. В тот момент, когда Роман тряс мальчика за плечи, пытаясь выяснить, что случилось, свет в салоне погас. В наступившем полумраке было слышно, как замолкли двигатели. Полковник среагировал мгновенно. Прижав к себе Максима и выхватив с боковой полки рядом с туалетом здоровенный рюкзак, буквально за секунду натянул его на себя, застегивая на все ремни, кроме поясного. Затем обнял Макса, повернув его к себе лицом. «Держись за меня руками и ногами!» «Понял?» Мальчик кивнул. Крепко обхватив полковника, он почувствовал затягивающийся поясной ремень. Самолет начал крениться. Пилот, ругавшийся, когда погас свет, молча тянул ручку руля. «Серега, дотянем до земли?» «Да, готовьтесь на выход. Я катапультируюсь, когда отведу самолет». Мужчина подергал ремни парашюта, затем подошел к дверце, но в последнее мгновение вернулся обратно. «Чуть кейс не забыл», сказал Роман, вытряхивая из маленького рюкзачка половину вещей одним движением и на ходу запихивая кейс. Затем надел на себя рюкзак спереди, так что он придавил Макса к охраннику. «Серега, постарайся выжить!» Роман дернул аварийный рычаг к двери и выпнул ее наружу. Яростные потоки воздуха ворвались в самолет и Максим мгновенно продрог до костей. Сквозь шум ветра он расслышал, что Роман пытается сказать ему что-то одобрительное, но разобрать слова не мог. Полковник выпрыгнул и мальчика сдавило так, что он не мог дышать даже при всем желании. Затем Роман крепче его обнял, дернул ручку парашюта, Максим потерял сознание.